Подходит к концу первая неделя с релиза финальной формы. Я стримил, делал видео, пытался в рейд, и каждые 15 минут на стриме в чате меня спрашивали, как тебе дополнение, если кратко. Кратко уже отвечал, так что давайте теперь подробно расскажу о том, что мне понравилось или не понравилось в дополнении финальная форма. Стоит ли его покупать, если брали перерыв в Destiny 2, и правда ли, что это дополнение можно сравнить по уровню со столь любимыми многими отвергнутыми. В первой половине видео я дам ответы на эти вопросы и поделюсь впечатлениями без спойлеров. Она будет безопаснее для просмотра каждому, кто еще думает покупать ли дополнение. А вот потом я предупрежу вас о спойлерах и буду говорить о сюжете во всех подробностях, не стесняясь. Так что внимательно следите за таймингами, если для вас это важно. А еще, насчет покупки или не покупки дополнения. Я видел в комментариях много вопросов о том, как купить новое дополнение, как пополнить кошелек в Steam для покупки внутриигровой валюты и так далее. Так что сейчас могу ответить на эти комменты и посоветовать сервис, через который как раз эти вопросы можно просто решить. Заходим на сайт КупиКод, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму для пополнения, ну и не забываем промокод на скидку. Трипл Вайп. У сервиса самая низкая комиссия на рынке и так, а с промокодом становится ну совсем выгодно. И все. Не надо никому давать свои пароли от аккаунта, что-то долго искать. Все вот тут, в удобном интерфейсе. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить. Но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение и покупку. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине в РФ. Что мне особенно понравилось, так это то, что скидки на сайте синхронизированы со Steam. Например, есть в Steam скидка на игру и на купикод на эту игру скидка тоже имеется. Очень удобно, если, к примеру, ваша игра из списка желаний попадает в акции в самом Steam. В общем, если вы еще не закупили серебра там или саму финальную форму думали, как бы купить и где, ссылку на сайт оставлю в описании. Думаю, многим сейчас это точно будет полезно. Итак, сразу вердикт для части без спойлеров. Финальная форма – лучший финал для Destiny 2. Если вам нужны были мои впечатления одной фразой, то вот она. Идите и играйте в финальную форму. Ко мне на стримы приходили многие из вас, спрашивали, стоит ли покупать. Я говорил, что не мне вашими покупками и деньгами распоряжаться. Так вот, это все еще так. Каждый сам решает, может он купить или не может дополнение. Но если вы можете, то покупайте. Вы не пожалеете. Я это говорю без иронии, без шуток и более того. И с позиции человека, ожидания которого были очень низкими. Я не играл в Destiny 2 активно около года. Интерес к игре мой угасал. Проблемы, связанные с игрой при этом постоянно муссолились в сообществе. И я поддался общим настроениям. После провального конца света в прошлом году многие потеряли надежду в то, что банджи смогут красиво завершить финал саги о свете и тьме. Потому, когда в своих анонсирующих материалах они говорили, что мы хотим превзойти отвергнутые, сложно было не хихикнуть. Но они и правда это сделали. Более того, сейчас, спустя неделю почти игры, я уже могу сказать, что во многих аспектах финальная форма – лучшее дополнение для Destiny 2. Оно буквально дает игрокам все, о чем можно было мечтать. Подкласс, позволяющий совмешивать все ранее используемые способности одновременно. Экзоты, которые работают как ульта. Рейд, который за время Day 1 положил на лопатки великие и ужасные последние желания. Локацию с такой кучей происходящих на ней ивентов, что город грез покажется вам скучным. История сюжетки дает столько фан-сервиса и эпика, что равнодушными тоже не останется никакой скептик. При этом, да, я понимаю, история игры огромная, за сюжетом уследить было сложно, а когда его добрую часть вырезали из игры, шансов на то, что новый игрок разберется в происходящем, стало еще меньше. Но несмотря на это, в финальной форме удалось так построить повествование, что и не сильно цепляешься за прошлые события в диалогах и заданиях, чтобы можно было понять, о чем говорят персонажи, не играя в десяток прошлых сезонов, но и не пренебрегали важными событиями одновременно. В этом, на мой взгляд, очень помогло решение вернуть Кейда 6. Из-за того, что многие игроки ушли из Destiny примерно после отвергнутых, когда персонажи вроде Ворона и Коры или Мары поясняли что-то происходящим за время прохождения финальной формы Кейду 6, то через них как бы игра поясняла те же вещи и игрокам, которые как Кейд выпали из мира игры на 4-5 лет. По-моему, это отличный ход. Само качество кампании окей. В большинстве миссий было много противников, а в боях с боссами использовались механики, похожие на рейдовые. Вот это я оценил. Сюжетные миссии кампании обычно были довольно простыми и понятными, за исключением финальных миссий, но в этот раз каждая миссия имела какую-то механику, напоминающую, например, рейдовую склятву и послушника или последнего желания. Последняя миссия была особенно интересной и бросающей вызов. Новые способности призмы. Это, кажется, то, с чего я не переключусь больше никогда. Возможность использовать крюк нити, заморозку стазиса, ульту со стрелой или золотым пистолетом. Одновременно это буквально все, что мне надо было от моего охотника за все это время. Спасибо. Остальные подклассы можете убирать. Одним из моих главных же ожиданий от дополнения было не только получить, насколько возможно, эпичный финал, но и чтобы после сюжетки эндгейма было много качественного. Я писал у себя на бусте подборку ожиданий о том, что хочу что-то типа загадок города грез от Бледного Сердца. И тут снова я это получил. Я бы даже сформулировал так. Покупая финальную форму, вы покупаете Бледное Сердце. Именно на этой локации собран лучший контент дополнения. Не в сюжетке, не в рейде, не в квестах. Здесь. В режиме открытого исследования на локации много можно чем заняться. Затерянные секторы, отличные. Лузаку вообще лучший новый персонаж второго плана, который появляется в этом дополнении. Сбор коллекционных и квестовых предметов запутанный и интересный. Куча тайн, куча секретов, огромное количество механик нового публичного мероприятия. Я фармил их часами и не было ни одного повторения. Это просто невероятно круто для тех моментов, когда тебе нужно фармить ивент. Тебе просто не становится скучно. Не становится скучно фармить. Я играю сейчас в Destiny без перерыва. Но я все еще ищу, что это за перья, что это за кубики, как открыть этот сундук, что это за окаменелости и так далее. И я ждал именно этого. Локация Бледное Сердце для меня главная часть этого дополнения. Я мечтал о такой локации со времен города грез, не верил, что получу что-то такое, но мечтал. И мечты сбылись. Но есть у Бледного Сердца и один очень спорный момент. В нем нет никого. Вы совсем одни, если только не пригласите друзей присоединиться к вашей пати. Я не знаю, почему разработчики это сделали, раньше такого не было. В каждом пункте назначения вы можете встретить других игроков, но не в этом. Почему? Это хорошо, разве что для того, чтобы случайные игроки, не понимающие механик, не заруинили вам квест или публичное мероприятие. В целом это небольшая проблема, на мой взгляд, но я знаю, что некоторых это расстроило. Новый налет, интересный. Постсюжетные квесты в изобилии. Экзоты в большинстве своем. Полезные и мощные. Рейд эпичнейший, в общем. Мне становится сложно говорить без спойлеров дальше, так что подытожу. Финальная форма, полностью оправдавшая надежды дополнения. На фоне предыдущего конца света, это DLC выше на 10 голов. Убрали все лишнее, сфокусировались на том, что любят и что ждут игроки, и дали им это. Вот что сделали банджи в этом дополнении. Так что я ответственно заявляю, что дополнение меня самого покорило, и заставило не просто снова играть в игру, а еще и побудило желание вернуть нам с вами тот самый дух 2018 года с отвергнутыми, когда я клепал гайды, и разгадывал все загадки вместе с вами, и не представлял, какое видео мне делать впервые. Далее я поделюсь еще некоторыми впечатлениями, но уже со спойлерами. В видеоряде будут тоже критичные спойлеры сюжета и заданий, так что если вы не хотите раньше времени что-то лишнее увидеть, узнать, поставьте пожалуйста лайк и подписку на канал. И увидимся с вами в других роликах. Три, два, один. Итак, теперь на чистоту. О том, что мне не понравилось и понравилось прям в лоб. Несмотря на то, что сюжетная кампания мне в целом понравилась, все же у меня возникло неприятное чувство самоповтора, тогда, когда мы проходили миссии по объединению авангарда. Найти икору на локации, напоминающей Ио, найти завалу, все это очевидный референс к оригинальной сюжетке Destiny 2 из Красной войны. И это ок. Но вот эта борьба со своими страхами, мечтами, шансом достичь идеала, приняв финальную форму, это повторение конфликта сезона видения, где завала также сокрушался о потере семьи, ворон искал свое предназначение, а икора охеревала с их проблем. Меня же слегка это разочаровало. Я понимаю, что идеи свидетеля куда более монументальные, и я бы сказал, что он как антагонист в этом и правда получился хорош, потому что я могу понять, почему завала почти поддался искушению и чуть было не просоединился к обещанной финальной форме. То есть эмпатию какую-то свидетель со своими стремлениями тоже вызывает и может вас склонить на свою сторону. Но все-таки, именно на протяжении прохождения дополнения, мысль «я это уже слышал» меня настигала несколько раз. Это не очень круто. Появление Кейда – важная часть сюжета. Я не могу сказать, что его добавили только ради фан-сервиса, хоть это и очевидно так. Кейд сыграл важную роль в решении внутренних конфликтов главных героев, в том числе нашего стража. Но жизнь не должна быть вечным горем. К примеру, я. Я же умер. Обрел покой. И вот теперь я... Здесь. Посыпаю солью старые раны. Нужно научиться отпускать. Добавил истории своего фирменного юмора. Девять. Десять. Ты что, считаешь их, что ли? Нет, нет, что ты. Просто стреляю и цифры называю. Двенадцать, между прочим. А, тогда ладно. А то вдруг ты решишь, что это соревнование. А у меня уже тринадцать. Ага, вот и значит как. И, наконец, сделал то, чего мы так ждали. Увидел ворона. Выслушал его. И четко прочертил линию между Ульдерном и Вороном, сделав его новым авангардом охотников. Я знаю, что ворона многие не любят, но мне его развитие как персонажа, наоборот, всегда было любопытно. Так что я рад, что у хантов теперь столь достойный преемник Кейда. Квест на снайперскую винтовку Вечная охота дал нам провести время с этой парочкой так, как мы и мечтать не могли. Все эти шуточки, подколки и удивительная командная химия, просто 10 из 10. Это мой любимый квест финальной формы. А вот другой охотник, Мика, мне не понравился. Он, ну, понимаю, лороведы со мной, наверное, не согласятся, но это ж, это ж ноунейм, которого просто впихнули в самом конце, чтобы он раздавал квесты. Но это было тупо, когда почти в самом финале, когда градус накала высок до предела, и Кора говорит, что мы должны остановить свидетеля сейчас, с нами армия Каятль, силы Дома Света и какой-то Мика 10. Смешно просто. Мы всю работу сделали, а тут чел примазался в самом конце. Ну, нужен вам был еще один охотник. Вернули бы вы Шира 4, ей богу, мы были бы только рады. Но я понимаю, Мика нужен как связующий эксперт по призракам. Так что, окей, главное, что его не сделали значимее того, что сейчас. Просто голограмма там в терминале болтается, и бог с ним. Что касается рейда и финала, открывшегося после его закрытия. Рейд отличный, дал хорошего леща нашей команде и еще большой части сообщества. В Day One рейд закрыла довольно мало команд, а первое закрытие потребовало больше времени, чем на последнее желание. Так что это официально самый тяжелый Day One. О сложности самого рейда по первым 48 часам с модами судить неправильно. Тем более, что я пока что его так и не нашел времени допройти на момент записи видео. А вот когда пройду, запишу гайды по этапам, тогда и можно будет судить, сложный рейд в общем или нет. Ну а самое важное, финал, открывшийся после рейда, это кино, ребят. Это эпик самого высокого уровня. Лет 6 назад Банжи, помню, говорили, что они хотят дать вселенной Destiny масштаб уровня Marvel. И с этим дополнением они его дали. Катсцены жестко отсылают нас к мстителям в финал, а сражение, которое проходит в миссии на 12 человек, ощущается как должно. Как самое важное событие в мире игры. Как момент, когда вы ставите точку в этом большом приключении. 12 человек вместе с ключевыми персонажами, Авангардом, Каятль, Митраксом, Саватун, сражаясь плечом к плечу, уничтожают его, свидетеля. Ту самую могущественную фигуру, которой нас пугали все эти годы, которую не могли объяснить ни боги Улья, ни самые мудрые и всеведующие персонажи. Я говорил, что Банжи будет сложно завершить десятилетний сюжет так, чтобы не разочаровать нас. И я очень рад признавать, что я ошибся. Я не представляю, как они это сделали, сколько работы для этого было проделано. Но я благодарен им за подаренное чувство праздника и всю эту работу. Финальная форма – сильнейшее дополнение для Destiny 2, которое во многом превзошло те дополнения, которые вы можете назвать своими любимыми. Прощаться с историей очень тяжело. Я был с игрой все эти 10 лет, я делал контент, развивал сообщество все эти годы ценой невероятных усилий. И я бесконечно благодарен Банжи и Destiny за все эти годы. Я пока не прощаюсь со всем, контента еще не изученного моря. Так что поговорим о влиянии игры на нас за эти 10 лет чуть позже. А пока давайте разберемся, что там нас ждет дальше. Уже сегодня Банжи проведут презентацию, на которой расскажут, что ждет Destiny 2 в будущем. Так что приходите на мой канал, на стрим в 6 часов по московскому времени. Посмотрим вместе. Спасибо за просмотр. Обязательно напишите, как вам дополнение в комментариях. И подпишитесь, пожалуйста, на канал. Очень хочется вернуть 100 тысяч под столь эпичный финал. Так что видосов будет больше. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok